Друзья, всем привет! Я расскажу вам сегодня о трипсе. Это насекомое, вредитель растений. Так что в кадре будет насекомое. Если кто-то из вас не любит, брезгует насекомыми, тем более это паразиты, это не какие-то приятные, типа божьи коровки, я предупреждаю, это будет в кадре. Всё, я вас предупредила. Итак, я предлагаю такой тест. Реально, тест. Посмотрите, пожалуйста, на зелёный лист комнатного растения. Там много всяких мусоринок, наверное, грязинок. Я не знаю, что там. Увидите ли вы среди этого всего насекомое или нет? Так, ладно, я ещё раз потом покажу этот лист. Но, почему об этом зашла речь? Хочу вам рассказать, как его обнаружить, трипса. Я одновременно буду рассказывать, в чём его сила, почему он побеждает. Почему возможно такое, когда пишет женщина где-то, ну, в конференции, там где-то в группе, в сообщениях, группа по цветоводству, да? Женщина пишет такую вещь. Ой, что вы, что вы, с трипсом, ну его, бороться бесполезно. Несколько лет я травила его, я отравлена, я измучена, у меня болит голова, мне тошнит, мне осталось только выбросить это растение. Вот и всё, ядохимикаты никакие не помогли и так далее. Вот, и много-много таких сообщений, где называют, ой, это гадость, ой, это тварь. Ну и дальше многоточие там, что она непобедима, от него избавляться бесполезно и так далее, и так далее. После таких эмоциональных... А я ни о ком такого не читала, только о трипсе. После таких эмоциональных всплесков хочется проанализировать, так в чём же его сила? И первое, он очень маленький. Вы знаете, когда-то, я так считала, считала, наверное, получается, ой, я уже опять забыла, 82-й, 92-й, 2-й, 12-й, 35 лет назад я рисовала этого трипса в лабораторной тетради, на занятиях, ну, на лекциях по защите растений. Там было насекомое с крылышками, всё. Но, как выяснилось, я совершенно не знала, как он выглядит. Потому что, когда ты читаешь это описание, ты как-то упускаешь, что он меньше миллиметра величиной, ну, практически невидим. А ты ждёшь, что ты увидишь его, как он есть, вот насекомое с крылышками. Да это просто как запятая в тетрадке, чёрненькая. Мало того, он же сидит-то не движется, если его не тревожить, он просто сидит. То есть, первое, он очень маленький и по виду просто похож на какую-то соринку. То есть, если они развелись в доме, мы просто не заметим. И если он сильно поразил растения, мы увидим просто сухие листья. Ну, мало ли они отчего сухие. Сухой воздух. Забыли полить. Просто растение сбрасывает листья. В конце концов, какое-то грибковое заболевание их поразило. Вот они и высохли. Чё они сухие? Мало ли. Может, сквозняк. Пока мы не видим само насекомое, мы думаем, что никакого паразита нет. Просто растение само по себе сохнет. Вот. Потом мы уже начинаем видеть какие-то чёрные кругленькие точечки. Ну, какие-то чёрные противные точки. Тогда мы начинаем заподазривать, что не насекомое или какое-то здесь гадит. Но всё равно, самого трипса мы не видим. Он маленький. Второе. Он прыгучий. Он так отпрыгивает. Я засняла его прыжок на видео. Это бешеный какой-то прыжок. То есть, ты тронешь лист, а их нет. Даже у тебя острое зрение, допустим, никакой нет дальнозоркости, ты всё равно не увидишь. Если только ты будешь вот так вот медленно-медленно-медленно заглядывать. Но кому придёт в голову, так медленно заглядывать. Если бы ты уже знал, что там трипса, другое дело. Но тебе в голову не придёт, что у тебя растение заражено. Конечно, я их всё-таки показываю вам на видео. Но съёмка немножечко укрупняет. Поэтому вы их так хорошо видите. Вот. Две причины я назвала, да, почему он неуязвимый. Потому что он маленький и он прыгучий. Значит, когда он отпрыгнул, он, соответственно, затаился где-нибудь у вас на подоконнике. На полу, на другом цветке, в почве, где угодно. Потом он опять переползёт. Вот. А, третье. Наверное, я уже так подспудно сказала. Он сидит не шевеляясь. Все паразиты сосут соки из растения. То есть, если бы он ещё ползал, вы бы заметили. Ну, вот я их беспокоила, так они поползали. А так он сидит, не шевеляясь. Вот. Четвёртое. Самое прикольное. Яйцекладку он делает в ткань листа. Его яйца не видны. Нормально? Не видны. И потом из листа вылезает уже личинка. Пятое. Личинка прозрачная. Ну, можно сказать, беленькая. Но по факту она бесцветная и прозрачная. По-моему, мне это удалось заснять. Продолжение следует. Продолжение следует. Ну, кто их там разлечит? Боже мой! Вот эту всю мелюзгу. Такое вот насекомое. И как отличить от клещика, наверное, расскажу. Ну, если мы не видим само насекомое, не видим ни трипса, ни клещика, они слишком маленькие, тогда мы можем понять по повреждениям листа, повреждения листа. Вот. Ну, во-первых, про клещика мы говорили, что там может быть паутинка легонькая. Такая на листе. И вот как посыпано мукой. Сами вот эти вот клещики и их яйца. И шкурки, когда их очень много уже, то они выглядят как мука на листе. Вот. А трипс, он не дает ни... Никаких таких штук типа муки, ни какой паутинки, конечно же. С чего бы? Он же насекомое. Это клещик у нас паукообразная. Но представьте себе, что вы покупаете, например, растения, а владелец или владелица, предыдущая хозяйка, вымыла все. И остались только листья поврежденные. И тогда нужно по самим листьям понять. Так вот. Трипс, он точно так же, как и клещик, он из ткани листа высасывает клеточный сок. Но у них это выглядит в результате по-разному. Клещик, там точечки, просто вот как уколы иголочкой. По всему листу они такие беловатые, белесые такие точечки. И потом этих точечек все больше, 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 больше. Постепенно они сливаются, и, в общем, лист высыхает. Вот. И параллельно с этим, может быть, что лист меняет цвет, он желтеет. Ну, смотря какое растение, да. Ладно, это я еще скажу. А у трипса у него получается как бы такими лужицами. Вот эти вот повреждения, эти высосанные, обезвоженные участки листа, они могут быть разной формы. Это может быть с краю листа, например, у традисканции, коллизии. Прямо вот каемочка по краю, или такое пятнышко по краю. Это может быть в центре, они иногда любят располагаться у самой жилки листа, или на самой жилке. Это может быть такими вот, как лабиринтиками, смотря какое растение. Они как бы разные растения по-разному едят. Но это всегда получается, что вот, ну, как правило, это получается, что какое-то локальное пятно, вот у него есть граница, а дальше идет зеленый участок. Понимаете? То есть, как вот карта мира, там вот здесь очерчена четкая граница. Вот здесь вот сухо, а вот здесь еще зеленое. Вот. Конечно, нельзя вот точно сказать, что да, вы это увидели, теперь вы точно знаете, как выглядит повреждение трипсом. Как правильно выразиться? Повреждение трипсом. Или повреждение трипса. Повреждение листа трипсом. Вот. Кстати, не только лист, не только лист, а стебель. Я вот не видела, чтобы клещик из стебля высасывал сок. Хотя, смотря какой клещик, пультиных клещиков тоже очень много видов. Вот. А трипсы очень запросто повреждают. И стебли тоже. Вот. Кстати, вот еще добавлю. Еще как бывает выглядит. Бывает при пухлости. Вот, смотря, опять же, какое растение, оно может реагировать такими, как бы, с пухлостями подсохшими. Такой легкий нарост, немножко похоже даже на щитовку. Заскорузлое какое-то такое место припухшее. Это на толстеньких там, например, на эпифиилеме может быть такое. Вот. Или бывает, что эти пятна такого серебристого цвета, не засохшего такого охристого-коричневого, да, как просто сухая листва, а серебристого, полублестящего такого. Но это всегда локальные пятна. Вот. Зависит от самого растения, от вида растения. Разные растения по-разному реагируют на укусы трипсов. И, конечно, зависит от состояния растения, в каком оно, насколько в хороших условиях находится растение. Так оно и будет реагировать. Кстати, на растения, которые вообще в порядке, трипс даже не садится. Об этом я поговорю в другом видео, где я подробно расскажу о защите от трипса и клейщика. В редких случаях можно спутать всё-таки повреждения. Иногда бывает вот пятно от трипса немножко как бы размазано, как облачко такое на листе. И иногда подобные же пятна бывают и от клейщика. На что здесь можно ориентироваться? Ну, всё-таки не забываем, что у клейщика и паутинка, и мука. Вот. И всё-таки трипсы и клейщики повреждают разные растения. Ну, перечень мне, конечно, трудно предоставить. Но я никогда не видела, например, трипса на розе. У клейщика всё-таки меньше охват растений, которые он повреждает. Трипс, ребята, умудряется есть всё, почти всё. И получить его, может быть, чуть-чуть посложнее, чем клейщика. То есть, если клейщик прилетает с улицы запросто, то трипс, скорее, всё-таки с оранжерейными растениями к нам приходит. Хотя не поручусь, что сейчас трипс не может поселиться на улице. Во-первых, климат теплеет. А во-вторых, сейчас очень много новых видов, вредителей, которые к нам пришли. Сейчас очень много везут растений из субтропиков. Вот эти все карантинные меры, они как-то на таможне раньше строго смотрели. Сейчас пропускают всё, любые растения. И с ними вместе все что угодно попадает. И многие вредители даже просто не определены. То есть, наука не сильно заморачивается на этот счёт. Кто их знает, какие сейчас новые трипсы появились? И как они могут жить? И не селятся ли они просто на улице? И не попадают ли они? То есть, тот самый тепличный трипс, не может ли он жить на клумбе? Я вот не уверена. Вот. Ну и, наверное, напоследок я ещё раз покажу. А, слушайте, я пропустила целую кучу всего. Целую кучу. Значит, трипса я показываю, как он выглядит. Он такой, значит, в форме буквы «С» английской, если смотреть в профиль. В тот момент, когда он пьёт сок из растения. То есть, он как-то вот так вот, его головогрудь соприкасается с листом, а брюшко, наоборот, торчит кверху, толстенькое, и на конце сужающееся такое брюшко. То есть, он выглядит, как английское «С». Вот так вот. И остренькое на конце. Ну, когда он, если вы сверху на него, не сбоку смотрите, а сверху, ну, такая чёрточка просто сидит, либо ползёт по листу, либо отпрыгивает от вас. Вот. И когда вот он, если вы сверху смотрите, я вас прошу не перепутать его с колимболой. Это многочисленный, очень многочисленный отряд, семейство насекомых. В общем, это много-много-много разных есть насекомых под названием колимболы. Туда входят и ногохвостки, и подуры те же самые. Подуры, кстати, так же беленькие, как и личинки трипса, но подуры в земле копошатся. Вот. Есть чёрненькие колимболы. Вот они на трипса очень похожи. Но если присмотреться, у них усики очень активно двигаются. У трипса такого нет. И он не сужается к концу, к хвостику, а он похож на сосиску. Не он, она, колимбола. Вот. Их бояться не надо. Вот. А то вы увидите её и скажете, а-а-а, у меня трипс, трипс. А может, и трипсов-то и нет. Вот. Колимбола не вредит растениям. Вот. А, и в конце обязательно покажу тот же самый кадр, который в начале. То есть, уже чтобы было понятно, что вот это, именно вот это, именно вот это и есть трипс. Вот. Да, и чем он страшен, дорогие мои, не только тем, что он высосал сок из ваших растений, изуродовал их, да, нельзя. Он ещё и опасен тем, что он заражает растения вирусами. Про вирусы я уже снимала видео. Так что посмотрите, найдёте. Картина не так уж страшна на самом деле. Если вы знаете, вот, вот ещё какая из его сильных сторон. Я сейчас пока стояла, вспомнила. Понимаете, психологический момент. Психологический. Мы так боимся всех этих насекомышей, всех этих вредителей, всю эту нечисть, что предпочитаем не всматриваться. Вот так вот ходить и рассматривать, а вдруг я там увижу гадость какую-то. Нет, лучше я не буду смотреть, лучше я буду просто поливать. Вот. Я почему вспомнила вот этот вот момент, что я хотела вам сказать. Потому что я заканчиваю тем, что, да не бойтесь вы, осматривайте растения, ребят. На самом деле, чем раньше вы обнаружите, тем лучше. И если вы понесёте это растение, чтобы смыть трипса в раковину, то не трясите, а несите очень-очень аккуратно. Просто вот не пожалейте времени, раскроете все двери, чтобы не открывать их по дороге. И несите вот так, несите, как знаете, как кастрюлю с только что с кипячённым молоком, чтобы не расплескать. И потом аккуратненько опустите, и кто-то вам берёт и из душа эти рипсы в раковину. А потом уже будете более конкретно разбираться, что с ним делать. Но про борьбу с ними я расскажу в следующий раз. Я думаю, что это будет скоро. До свидания! Так что вот так. В заключение, напоследок, скажу, что вот такого гаврика, Такую вот прелесть В кавычках Можете вы получить с любым растением Совершенно запросто И вот теперь вы знаете Как его распознать А дальше мы поговорим Как с ним бороться До встречи